Козье молоко и сыр в массы. Семья Никитиных воплощение силы духа и идиллии с природой в лице сельских тружеников. Продолжают модернизировать свое хозяйство. Единственная в селе Тельвиска ферма развивается, несмотря на различные трудности. О жизни современных фермеров расскажет Катрина Тайбарей. Девочки, хватит есть. К нам гости пришли. Сейчас мы находимся в гостях у семьи Никитиных. На сегодняшний день это единственная ферма в селе Тельвиска. Несмотря на все трудности ведения хозяйства, дело растет и развивается. И эти замечательные козочки дают отличное гипоаллергенное молоко. В современном мире сегодня все реже можно встретить семью фермеров. Никитина с гордостью занимается своим хозяйством и развивает ферму. Вообще все начиналось с малых желаний, чтобы у наших детей было натуральное молоко. Начиналось все с двух коз. Только для себя, без всяких коммерческих целей. Соответственно, у нас появилось дома молоко. Люди стали спрашивать. Типичное утро начинается с завтрака. Далее по списку. Дойка, кормежка коз, кур и коров. Розлив свежего молока по емкостям для продажи. Я эту козу сдаю. И мы перельем в трехлитровую банку. Вот талон трехлитровой банки есть. И посмотрим, сколько дает коза за один раз, за один удой. Как мы видим, удой хороший. Даже не вместился в одну банку. Но на этом дела не заканчиваются. Корма для животных Никитины готовят сами. Косят и собирают сено, утрамбовывают в тюки. Есть какие-то перерывы, где именно работает трактор наш и не нужны наши руки. Мы собираем веники, потому что козам обязательно нужны грубые корма, такие, как, допустим, веники. Одна из важнейших составляющих содержания животных – уделять внимание и ласку. Ведь от эмоционального состояния коз зависит качество удоя. Надо, чтобы они были приручены и слушались хозяев. Обязательно время уделять на эти ласки, на общение с животными. Это одно из необходимых условий. Активной фермерской деятельностью Никитины начали заниматься с 2016 года. Тогда приобрели крупный рогатый скот. В то время в приоритете были коровы. Но со временем все изменилось, и ставку сделали именно на коз. Изначальная точка, вот крайняя точка была коз. Откуда я договорилась, откуда мы приобретали, это был Киров. С Кирова довезли до Сыктывкара, Сыктывкара довезли до Щелиюра. С Щелиюра привезли, Славик Шевелев привез до Наринмара, до Тельвицки. Хозяйство развивается. Соответственно, растет и нагрузка, физическая и финансовая. Единственная поддержка от государства на данный момент – это дотации судоя, которая составляет 70 рублей за литр. У нас на сегодняшний день, какой мы мерой поддержки пользуемся – это дотация по литражу молока. Другими мерами поддержки у нас пока нет возможности воспользоваться. В 2016 году Клавдия Никитина выиграла грант в размере 500 тысяч рублей. Одним из основных условий реализации гранта было наем рабочего на официальной основе. В связи с определенными обстоятельствами сделать этого не удалось. Поэтому хозяйка была вынуждена вернуть средства в полном объеме, что поставило ферму в крайне затруднительное положение. Но, тем не менее, финансовое положение налаживается, появляются новые возможности и цели. Мечтаю, чтобы дали в Тельвицке арктический гектар. Наконец-то хочется дождаться решения кадастровой палаты. И в итоге на сегодняшний день я до сих пор не знаю ответа, будет ли у нас земельный участок. Просьба к администрации сельского совета, чтобы они обратились в кадастровую палату, для того, чтобы фермерам выделили земельные участки. Почему именно козье молоко? Оно гипоаллергенное, по вкусовым качествам не уступает другим видам молока, натуральное и питательное. А еще безопасное, ведь фермеры тщательно подходят к обработке сырья. Мы подоили молоко. Оно на данный момент является парным. Должны мы его охладить. У нас есть быстрая система охлаждения. Охладили, процедили и потом только на реализацию. И еще, обязательно мы должны предупреждать своих покупателей о том, что желательно цельное молоко прокипятить. Впрочем, на одном молоке фермеры решили не останавливаться. У нас есть сыроварня. Мы сыроварню купили. Она объемом 30 литров. Выход продукта полутвердого сыра полтора килограмма, мягкого два килограмма, но твердого там где-то грамм 800 будет. Это просто пробный эксперимент, можно сказать. Это начало-начал. Возможно, из этого потом, когда-то получится. Ну, сразу говорю, не в этом году. Как успеть в всем? Ведь в хозяйстве живые существа, которые требуют постоянного внимания и ухода. Тем не менее, Клавдия отлично справляется. Успевает работать и воспитателем в детском саду. Иногда получается совмещать работу, ребятишек знакомить с тем, что у нас имеется на подворье. Тема даже есть определенная, допустим, домашние животные в разных возрастных группах. И вот мы осенью как раз приурочиваем такие экскурсии детского сада на нашу фирмочку. Нет никаких секретов. Просто работаем с утра, до ночи, а потом падаем. Все, никакого секрета нет. Где брать силы и вдохновения? Ведь дел – непочатый край. Нельзя позволить себе выходных праздников. Жена придает силы и вдохновение. Больше что. Опыт предыдущих поколений, грубо говоря, вот у наших предков же, получается, вот у меня вся семья фактически, ну что, крестьяне. У жены вся семья крестьяне, грубо говоря. Любовь к делу, забота о родных и желание передать навыки дальнейшим поколениям – вот основополагающие успеха семьи Никитиных. Катрина Тайбореев, Владислав Носкин, Телеканал Север.